Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и сегодня мы с вами разговариваем о гибридных сортах. Часто именно среди виноделов вы можете услышать этот термин, при этом услышать нелестные отзывы. Многие виноделы считают, что это вообще не виноград, не сорта, вино из них не получается. Вообще это что-то такое страшное и ужасное, мусор и все остальное. Да, вот сегодня именно об этом мы с вами поговорим, что это такое, почему они вообще появились, в чем их плюсы, в чем их минусы, разберем вот это все. Единственное, я сразу оговорюсь, что мы не путаем гибридные сорта с гибридными формами, потому что гибридные формы это, скажем так, сорт, то есть какой-то виноград с каким-то набором признаков, но еще не получивший свой статус в качестве сорта. Итак, для того, чтобы нам понять, что такое гибридные сорта, нам надо немножечко окунуться в науку, в систематику. Первое, нам надо определиться, что такое вид. Вид это основная структурная единица систематики живых организмов, которые объединены по ряду общих признаков, и эти организмы внутри вида, они замечательно скрещиваются между собой и дают тоже плодовитое потомство. Вид по определенным признакам объединен в рот. И вот рот виноградовый, рот витис, он насчитывает порядка 70 видов. Один из самых распространенных видов это витис винифера, тот культурный виноград, который мы с вами знаем. Именно его мы употребляем в пищу в свежем виде, из него мы делаем капоты, соки, вина и все остальное. И даже вот этот самый вид витис винифера известный ученый негруль в свое время разделил на три группы, которые отличаются между собой некоторыми своими свойствами. Итак, это группа восточных сортов, группа бассейна Черного моря и западноевропейская группа. И в табличку я свела наиболее такие явные признаки, по которым они отличаются. Ну, уже можете посмотреть, то есть это сила роста, вегетационный период, устойчивость к различным неблагоприятным факторам, урожайность, ну и некоторые другие признаки. Кстати, последняя группа как раз-таки наиболее близка к дикому винограду. А теперь мы с вами рассмотрим другие виды вот этого самого рода витис. Напомню, что их порядка 70, но мы не будем рассматривать и 70. На самом деле, человек в своей деятельности использует гораздо меньше. И у нас снова появляется табличка. На первом месте наш витис винифера. Дальше идет амурский виноград витис амуренсис. И после этого американцы. Лабруска, Репария, Рупестри, Сберландерия, Кардифолия. Ну, это самые такие распространенные. Конечно, есть еще виды, которые используются. Но для нашего разговора они не столь важны. Теперь обращаем внимание на области, которые выделены розовым и зеленым. Розовым выделены какие-то свойства, которые не совсем хороши для выращивания винограда. А оттенками зеленого, те, которые как раз-таки очень желательны и даже обязательны. Ну, давайте рассмотрим наш любимый витис винифера. Пока что на морозостойкость мы сильно внимания не обращаем. Мы будем с вами смотреть на две другие колонки. Это устойчивость к филоксерии и устойчивость к грибковым заболеваниям. Как видим, там он у нас неустойчив. Конечно, на протяжении нескольких тысяч лет витис винифера себе прекрасно существовал с этой неустойчивостью. Человек выращивал его и никаких проблем не знал. Пока не случилось такое событие, как открытие Америки. После этого в Европу стали завозиться другие виды винограда, именно американский виноград. И вместе с этим последовало появление заболеваний. Так, приблизительно в 1850 году появился аэдиум. Чуть позже, в 1878 год, появилась мильдиум. Те заболевания грибковые, которые сейчас наносят достаточно большой урон виноградникам. И самая страшная напасть, которая только во Франции поразила порядка 90% всех площадей винограда. Это появление филоксеры, которая в Европе появилась приблизительно в 1860 году. Так, одно событие повлекло за собой другое. И теперь мы уже с вами обращаем внимание на области, выделенные зелеными оттенками. И опять же смотрим колонки филоксеры и устойчивость к грибковым заболеваниям. Как видите, есть виды винограда, которые очень сильно устойчивы именно к филоксере и грибковым заболеваниям. Ну а если мы посмотрим другие колонки, то тоже у определенных видов есть определенные плюсы. Так, например, амурский виноград, витис амуренсис, имеет очень высокую морозостойкость, до минус 40. У него короткий период вегетации. Ведь мы, люди, хотим выращивать виноград там, где мы хотим, а не там, где он растет. Да, смотрим дальше, например, витис рупестрис, кроме того, что он достаточно хорошо устойчив к филоксерии, к мильдию и аидиуму, он еще устойчив к засухе, например. Хотя, видите, дальше, несмотря на то, что я выделила зеленым, он, например, склонен к хлорозу на известковых почвах. А ниже, смотрим, витис берландерий, он мало того, что засухоустойчив, он еще и не хлорозит. То есть, как видите, некоторые виды винограда имеют определенное очень ценное качество именно для его выращивания, для его возделывания. Ну а, конечно, поскольку человек хочет растить виноград там, где он, человек, живет, а не там, где этот самый виноград растет. И начались селекционные работы по получению винограда с определенными ценными качествами, таких как морозостойкость, таких как сопротивляемость к различным неблагоприятным факторам, в том числе болезням и вредителям. И в качестве примера привожу работы Потапенко, как шла работа по выведению сорта достаточно устойчивого к заболеванию и к морозу. В начале скрещивания были получены гибриды, которые имели очень хорошую морозостойкость, порядка минус 30, но ягода у них была мелкая. На втором этапе вот эти самые гибриды первого поколения скрещивали вновь в свете свинифера и получили гибридные сорта уже с новым набором качеств. Так, например, морозостойкость была уже минус 23, минус 27, ягода была различного цвета и эти сорта были преимущественно технического либо универсального назначения. Но селекция шла дальше, скрещивание шло дальше, где-то между собой, где-то с вити свинифера и получали все новые и новые сорта. Так, например, был получен один из моих любимцев русский ранний, так был получен восторг, восторг черный, агат донской. Я думаю, что далеко не все знают, что вот сорта, которые растут на их участке, есть там какие-то гены другого вида винограда. В Европе также шла селекционная работа и в результате скрещивания вити свинифера с каким-то другим видом винограда были получены так называемые гибриды прямые производители. Что это такое? Это гибриды, которые использовались в дальнейших скрещиваниях и очень редко, когда эти гибриды используются как, ну, в отдельно, да, для там еды, для винификации, для всего остального. То есть они больше используются именно в селекционных работах. Один из таких самых известных гибридов прямых производителей это сейф Вилар. Они есть номерные, их много, но вот один из этих сейф Виларов используется не только как гибрид прямой производитель, но и по прямому назначению из него делают достаточно хорошие белые вина. Кстати, потомки вот этого самого сейф Вилара самые известные это Бьянка, это Рейслинг Магарача и Мускат Блаун. И в некоторых селекционных работах использовался даже не один какой-то вид дополнительный винограда, а бывало, что их использовалось несколько. Иногда вы в описании можете найти такую фразу, как сложный межвидовой гибрид. Вот тот же сейф Вилар это сложный межвидовой гибрид. Если мы говорим о сортах Прибалтийской селекции, да, это гибриды. Гибриды на основе Витис-Лабруска, но не только. Иногда бывает встречаются и гены других видов. Что объединяет эти гибриды, чем они хороши? Достаточно хорошей устойчивостью к морозу в нашем регионе, достаточно хорошей устойчивостью к заболеваниям. И очень важная вещь это регенеративная способность повышенной. Я не указывала вот эту самую регенеративную способность в общей таблице, потому что для других видов я, к сожалению, не нашла этой информации. Нашла это только в описании этих самых Прибалтийских гибридов. И что такое регенеративная способность? Это способность восстанавливаться после воздействия каких-то неблагоприятных факторов. Конечно, для кого-то это свойство может быть не особо важным. Но, например, в наших условиях рискованного виноградарства, северного виноградарства, на самом деле такая особенность, она очень важна. Ну а теперь немножечко перейдем к тому, что вина из вот этих самых сортов гибридов, вот они не очень хорошие. Есть такие данные, что, например, там, где присутствуют гены Витисамуренсис, сусла способны к быстрому окислению. Есть такие данные, например, производные того же Сейфвилара. Если они растут на почвах с определенными свойствами, то такие сусла имеют повышенную способность к белковым помутнениям. Кто-то говорит о том, что эти вина достаточно простые по вкусу, не способны к длительной выдержке и так далее, и так далее. Но, честно говоря, всю эту информацию по-хорошему надо было бы проверять. Например, та же высокая якобы способность сусил к окислению, если есть гена амурского винограда. Я думаю, что лучше всего на этот вопрос ответят те люди, которые работают с этим самым амурским виноградом и с его гибридом. Именно там можно получить действительно адекватную информацию, насколько это правдиво или нет. Потому что, к сожалению, информация в интернете очень часто тиражируется абсолютно непроверенной. То, что один кто-то сказал, а другие повторили, не значит, что это есть на самом деле. Что касается вкусовых качеств, что вот вина из этих гибридных сортов, они простоваты по вкусу. Ну, вкусы у всех разные. И если человек, ну, например, считает для себя эталоном вкус Каберне, ну, понятно, что ему может не совсем понравиться вкус вина из какого-то гибрида. Потому что там он ищет такие ноты, они разные в принципе. А другому, например, может очень понравиться. Лично я, работая с прибалтийскими гибридами, могу сказать, что это вина очень ароматная. Белые, розовые. Из белых розовых сортов. Очень яркий такой вкус фруктов различных. Я уже как-то рассказывала, что, например, розовые давали такой очень спелый грейпфрут. Это грейпфрут и земляника, это не те изобельные тона, которые, ну, многие считают, что, ой, там будут только изобельные тона. Нет, там тона совершенно другие. В этом году я белых прибалтов ставила отдельно. И там очень четко прослеживается вкус и аромат ананаса. Если мы коснемся, например, тех же амурских гибридов, то я думаю, что там именно по вкусовым качествам и по всему остальному хорошую обратную связь смогут дать те люди, которые занимаются винификацией этих сортов. И уверена, что на самом деле там тоже все хорошо и все вкусно. Кроме того, когда начинают говорить там лабрусковый аромат, вот это вот плохо, есть страны, в которых этот аромат очень сильно ценится. Это Япония, это Бразилия, это Китай, часть США и Канады. То есть то, что у нас некоторые считают как бы так себе не очень, для других на самом деле это вкусно и хорошо. И вывод всего лишь такой, что все мы разные, вкусы у нас разные. Ну а касательно вопроса то, что эти вина недолговечны, если мы говорим о домашнем виноделии, то у нас с долговечностью в принципе проблемы, потому что сложно произвести в домашних условиях. Не то, что сложно, но надо для того, чтобы произвести большие объемы, которые мы можем хранить несколько лет. Нам надо и земля, нам надо много кустов, нам надо за ними тоже ухаживать. И далеко не у каждого есть возможности, например, даже там 10 кустов посадить. И 10 кустов, если мы возьмем приблизительно 10 литров с куста, условно это 100 литров. 100 литров в год на семью, ну если мы раскинем, на самом деле количество получается абсолютно небольшое с учетом там гостей, угостить и все прочее. Получается совсем немного, поэтому я думаю, что вопрос вот долговечности, если мы говорим о домашнем виноделии, не такой уж серьезных, кроме того, если посмотреть в мировой рынок, достаточно большой процент вин выпивается именно в молодом состоянии. Поэтому стоит ли нам думать о долговечности вин, если мы не собираемся их хранить долго. И еще часто можно услышать такую информацию, что ну вот, ну в Европе же никто эти гибриды не садит. Дело в том, что на самом деле сейчас ведется активная работа по выведению, в том числе и новых гибридов, по использованию тех гибридов, которые уже есть. Почему? Потому что, напомню, видите, свинифера виноград, который достаточно подвержен различным заболеваниям. И для того, чтобы нам получить хороший урожай, растение должно быть здоровым. Чтобы оно было здоровым, нам надо что-то с ним делать, да, обрабатывать. А когда обработок много, ну это не есть хорошо, как-то где-то я встречала, что были данные, что во Франции там, ну, порядка 20 человек, по-моему, получили отравление вот из-за этих обработок винограда. То есть на самом деле ничего хорошего в этом нету. И сначала вот разрабатывал химия для того, чтобы предотвратить эти заболевания, а сейчас уже задумались о том, что может быть надо пойти другим путем и выводить более устойчивые сорта, чтобы избежать вот этой экологической нагрузки. И тот же Евросоюз еще в 2009 году несколько ослабил свои правила и стал допускать использование гибридов. Я не буду вдаваться в подробности, потому что, ну, там многие тонкости вот этих классификаций и всего остального, но тем не менее эти правила ослабляются, в это инвестируют. Кроме того, многие гибридные сорта настолько сегодня становятся похожими на витязь винифера, что их уже и вносят в реестр не как гибриды, а как эту самую виниферу. И я вам приводила пример гибридов. Это та же Бьянка, которая очень активно используется виноделами. И я уверена, что далеко не каждый знает, что на самом деле Бьянка гибрид. Почему же я так люблю свою прибалтийскую коллекцию, вот эти самые гибридные сорта? Ну, потому что они на самом деле беспроблемные. Они были созданы именно для вот этих, для этой местности, да, для таких вот, наверное, частных потребностей. Не просто так вот эти селекционеры, которые над ними работали, не просто так они их выводили. Потому что именно эти сорта удовлетворяют максимально потребности вот такого небольшого, скажем так, садоводства, небольшого виноградарства. У них достаточно хорошая устойчивость и требуется минимум обработок. Если я какую-то обработку пропущу, ничего страшного не случится. А количество обработок, особенно на маленьких приусадебных участках, оно очень важно, мы ведь там все время находимся. У них всегда будет урожай. Этот урожай всегда созреет, у них всегда вызреет лоза. Урожайность тоже хорошая. Конечно, когда у нас много земли, это может быть не такой важный фактор. Но когда мы в земле сильно ограничены, мы сильно ограничены вместе, то этот фактор выходит на одно из первых мест. И это действительно становится важным. Что касается каких-то других вещей, тех же вкусовых качеств, либо осветлений, я вам говорила, что некоторые гибриды могут быть подвержены в большей степени белковым помутнениям. Я вам показывала пример в этом году на супаге, когда стоит закваска, и она уже кристально прозрачная. Ну вот, может быть и так на самом деле, хотя это гибрид. Может быть и по-другому, ну тут разные почвы, разные условия, разный подход к винификации. То есть, в конце концов, надо, можем осветлить, ничего слишком сложного в этом нет. Что касается вкусовых качеств, то, конечно, вкусы у всех разные, но из вот этих сортов получаются очень яркие, очень выразительные, очень ароматные, запоминающиеся вина. И в завершении всего нашего разговора, что хочется сказать, что на самом деле для получения хорошего вина нам нужен хороший урожай. А для того, чтобы получить этот самый хороший урожай, нам надо, чтобы данный конкретный сорт хорошо рос в нашей данной конкретной местности, в наших конкретных условиях. Чтобы он был относительно здоров, относительно устойчив к тем неблагоприятным факторам, которые существуют в данной конкретной местности. И понятно, что созревал в данных конкретных условиях. Только тогда мы сможем получить вот это самое хорошее и вкусное вино. Я уже однажды приводила этот пример и приведу еще. Машина Ламборджини очень классный автомобиль, но никому не придет в голову использовать его на сельских дорогах, возить на нем картошку и заправлять 76-м бензином. Правильно? В то же время машина УАЗик. Да, где-то вот на автобане кататься может быть не совсем хорошая, зато в сельских условиях, в определенной местности это будет замечательный автомобиль, потому что он удовлетворяет вот именно этим конкретным условиям. Точно так же и с виноградом. И поэтому, если, например, у вас замечательный климат, у вас хорошая местность, у вас шикарная почва, и вы можете уделить достаточно много внимания своему винограднику, то, конечно, можно смело садить европейскую классику, чисто в виде свинифера, даже с их неустойчивостью к заболеваниям, вы сможете о ней позаботиться и получить достойный результат. Если таких возможностей у нас нету, если у нас сложные климатические условия, если у нас какие-то еще неблагоприятные факторы, если мы не можем, просто физически не можем уделять много времени нашему винограднику, то мы садим то, что у нас точно будет расти, то, что у нас точно будет созревать при вот той совокупности факторов, которая у нас имеется. Только тогда мы сможем получить, опять же, тот результат, на который мы надеемся, тот, который мы хотим получить. Конечно, выбор всегда остается за вами, но следует обращать внимание не только на генетику винограда, а на совокупность всех факторов и всех его свойств, чтобы данный конкретный сорт максимально удовлетворил ваши пожелания. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще будет», ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч! До новых встреч!